Топливоэнергетические ресурсы В принципе у меня на два занятия эта тема запланирована Первый раздел Твердые топливоэнергетические ресурсы Уголь Я надеюсь, что вы все к четвертому курсу уже знаете, что такое угли Что это горные породы Угли по генетической классификации бывают к гумолитами Это угли представлены остатками высших растений Сапропилитовые угли Образующиеся в результате преобразования остатков низших растений и микроорганизмов И, наконец, переходные разности сапрогумолиты По степени метаморфизма угли разделяются на несколько типов Среди которых выделяются три основных разновидности Три основных типа Бурый уголь, каменный уголь и антрацит В принципе, в нашей классификации Бурые угли разделяются также на две разновидности Два подтипа Это лигниты и, собственно, бурые угли В международной, зарубежной классификации Это все называется одним словом лигнит Ну, у нас принято те разности бурых углей В которых встречаются еще остатки Древесные остатки растений Это еще лигниты А бурые угли уже начинаются с тех разностей В которых эти растительные остатки уже отсутствуют Выше них я вам написал квадратик с наименованием торф Это также твердое топливно-энергетическое сырье Но в нашем курсе мы его сейчас рассматривать не будем И, наконец, в последнем квадратике прямоугольничке Показан шунгит Это не топливно-энергетическое сырье Но крайняя степень метаморфизма углеродистого материала Уже, так сказать, регионально метаморфизованные Углерод, содержащие толщи Представленные иногда на 90-95% углеродом И претерпевшие метаморфизм в очень высоких стадиях Ну, вплоть до амфиболитов Вплоть до амфиболитов Наше основное внимание сейчас будет уделено Основным типам угля Бурому, каменному и антрацитам Буровому, каменному и антрацитам По литологическому составу По литологическому составу Как вы знаете, тоже, скорее всего, знаете Выделяются четыре модификации Четыре составных части всех углей И по соотношению вот этих четырех литологических разностей Могут быть описаны все сорта углей Присутствующие у нас в природе Это блестящая разность Кларен, твердая, дюрин, витрон, стеклянная, фьюзен, матовая По размерам зернышек, куска угля Есть еще классификация по вот это гранулометрическая классификация Здесь тоже очень интересные есть для любителей кроссвордов Есть очень интересные названия Ну, уже более, так сказать, привычные нашему уху Есть плитный уголь, крупный уголь И понятие крупный уголь, если вам будут говорить То это совершенно определенные размеры кусков этого угля Есть понятие орех, мелкий, семечко, штыб и рядовой Вот эти многочисленные классификации Я только несколько из них привел Они построены на разных принципах Для разных, для различных ситуаций Для промышленности, для обсуждения вопросов генезиса Применяются свои классификации Мы же с вами остановимся на классификации И основных свойств марочных углей Которые представлены вот в этой табличке И здесь показаны основные марки углей И обсуждаются некоторые самые важные свойства этих марочных углей Ну, вы видите, от бурого угля до антрацита От бурого угля до антрацита Ну, около, на самом деле, около полутора десятков марок существует углей Я привел здесь наиболее важные Наиболее важные По мере продвижения вот по этим маркам углей Бурый, длиннопламенный, газовый, жирный, коксовый, отощенный, тощий и слабо спекающийся антрацит Вот по мере продвижения к антрациту Увеличивается содержание углерода С 76 примерно, ну, 75-76 процентов До более чем 90 процентов До более чем 90 Естественно, параллельно уменьшается количество летучих веществ Которые содержатся в этих самых углях С 40 примерно процентов 40 примерно процентов И более До менее чем 17 процентов Менее чем 17 процентов Ну и, наконец, в этом же направлении В этом же направлении увеличивается теплота сгорания угля Это важнейшая характеристика Собственно, ради этой самой теплоты сгорания и добываются все угли на нашей планете И она, естественно, находится в прямой корреляции от содержания углерода От содержания углерода Ну и, наконец, здесь в этой табличке вы видите Такую вот величину, которая называется толщина пластичного слоя Или пластического слоя И вот этой самой толщиной пластического слоя Обладают только некоторые марки углей Некоторые марки углей Что это такое? Что это такое? Это способность некоторых марок углей Образовывать прочные спеки в результате пиролиза этих самых углей Это тоже очень важное, оказывается, очень важным технологическим свойством Которое используется в металлургии Используется в металлургии Вот этот самый прочный спек Который получается в результате пиролиза некоторых марок углей А пиролиз это нагрев до 1000 градусов Ну, примерно, около 1000 градусов Без доступа воздуха Без доступа кислорода Прогрев такого угля Продуктом, точнее, этого пиролиза является что? Продукт, который вы очень хорошо знаете Кокс, совершенно верно Это кокс 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 Очень важный товарный продукт Который широко используется И в энергетике И в большей степени в металлургии Как теплоноситель и как восстановитель Как теплоноситель и как восстановитель И обратите внимание Вот красненьким прямоугольничком У меня отмечены те марки углей Те марки углей Которых это свойство Это свойство Образовывать такой пластический слой Или прочный спек Или спекаемость Обладает спекаемостью Буквально вот 4 марки углей И ради этой спекаемости Они, в общем-то, и добываются в огромных количествах Огромных количествах Понятно, что это коксовый уголь Коксовый уголь А также коксовый жирный Жирный и газовый жирный Вот эти разновидности Могут использоваться Их смеси Использоваться для производства кокса Состав углей Угли содержат углерод Понятное дело Это основной элемент всех углей Основной элемент всех углей Ради этого элемента, собственно И добываются они Эти самые угли Кроме углей Углерода В углях содержатся углеводороды Углеводороды Практически все разновидности углеводородов Которые обнаруживаются в нефтях И природных горючих газах Можно обнаружить в углях Можно обнаружить в углях Конечно, концентрация этих компонентов Жидких и газообразных Много ниже, чем, собственно, в нефтях Или на месторождениях природных газов Важной особенностью углей является наличие Минеральных примесей Минеральных примесей Это кварц, пылевые шпаты И прочие природообразующие минералы Слоистые силикаты, сульфиды, карбонаты И так далее, и так далее То есть те минералы, которые остаются в золе После, в остатке, после сжигания угля И, собственно, формируют основную массу золы Золы, угольные золы Обратите внимание, что в этой самой золе Накапливаются некоторые химические элементы Которые характерны Повышенные концентрации которых Характерны вообще для углеродистых толщ Ну, прежде всего, здесь обнаруживаются Повышенные концентрации германия, ванадия, галлия, урана Ну, редких земель и некоторых других элементов И вполне серьезно золы Сжигания Полученные от сжигания некоторых Разновидностей углей Некоторых месторождений мира Могут использоваться для получения Вот этих редких элементов Ну, у нас в стране, например Небольшое отступление У нас в стране, например, есть несколько Угольных месторождений Аномально обогащенных Германией Аномально обогащенных Германией Это, по-моему, Николаевское Или Павловское месторождение На Сахалине Два месторождения на Сахалине И одно месторождение, забыл название В Забайкале Эти угли Отрабатываются Они свозятся На электрическую станцию В городе Чита Там сжигаются Этот уголь сжигается Получается тепловая энергия Которая вращает паровые Так сказать Дает пар Они вращают турбины В результате получается электрическая энергия И оставшаяся зола Содержит сотни граммов на тонну Германия Сотню граммов на тонну Германия Это вот три таких уникальных месторождения И, собственно, вот из этой золы Из этой золы Этих трех месторождений Добывается в нашей стране Довольно значительное количество Этого редкого элемента Весьма необходимого для Изготовления полупроводниковой техники Полупроводниковой техники Ну и есть Несколько других примеров Связанных с высокими концентрациями Галия, ванадия и редких земель Редких земель Вообще Вот Уже неоднократно произносил это слово Все угли Добываются для того, чтобы Их сжечь Их сжечь Вот на этой картинке Как раз и показано Грубое распределение По областям использования угля 60% угля Прямо сжигается В энергетических установках Тепловых станций Тепловых станций 60% добываемого угля На нашей планете Это так называемые Энергетические угли Энергетические угли Понятное дело, что сюда относятся Бурые угли Как самое низкокачественное Твердое топливо Сюда относятся антрациты Как самое высококачественное Твердое топливо Отчасти сюда относятся сорта Которые в принципе Могут использоваться Для получения кокса Но в большей степени Эти коксовые угли Используются в металлургии Как технологические Как технологические Эти угли являются Промежуточным продуктом Для получения кокса Для получения кокса И сопутствующих, понятно, продуктов А этот кокс Используется в металлургии В черной и цветной металлургии Для выплавки чугуна Стали Ну и разных других цветных И прочих других металлов Цветных и редких Цветных и редких Примерно 30% Добываемого угля Уходят на эти цели На эти цели Ну и вот обратите внимание Оставшиеся 10% Оставшиеся 10% Это местная промышленность Местная промышленность Но на самом деле Это то же самое Сжигание угля То же самое сжигание угля Для получения В основном тепла Для получения в основном тепла Почему? В принципе это можно было И присоединить к энергетическим углям Но я нарочито это Выделил в отдельную группу Для того, чтобы показать Масштабы местного использования Местного использования углей Сжигаются на магаданской тепловой станции В результате получается Большая часть энергии Для потребления В местном магаданском регионе В местном магаданском регионе И вот это вот довольно Значительное количество угля Получается 10% от мировой добычи 10% от мировой добычи Кроме того Угли используются Для получения Карбида кальция Карбида кальция Для получения Графита Производства графита Из которого Производятся электроды Катодные блоки Для производства Гуминовых кислот Графит иногда Используется В производстве цемента Для изготовления Ну каких-то особых марок Со специфическими свойствами Но все это Все это потребление Вот это вот потребление Это в общем Десятые доли процента От общей добычи угля На нашей планете Зафиксировали Да себе это Запасы углей Запасы углей На нашей планете Огромные Огромные Вот на этих табличках И на этих диаграммах Показано Распределение Запасов углей Всех сортов По сортам И в сумме По Континентам нашей планеты По континентам нашей планеты Опять же это все Все картинки И все данные Взяты с сайта British Petroleum Где они Представлены В ретроспективе В ретроспективе Ну вот смотрите По запасам углей По запасам углей На первом месте в мире С долей Более чем 27% Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Занимает второе место В мире По общим Общим запасам углей Но если смотреть По каменным углям То Россия уступает И Соединенным Штатам И Китаю И Индии На четвертом месте Но большие запасы Вторые запасы В мире Бурых углей Энергетических углей Выводят Российскую Федерацию На второе место Общая доля 18% Мировых запасов Угля Сосредоточена На территории Российской Федерации Но я немножко дальше На этом остановлюсь На этом остановлюсь Среди стран Обладающих Огромными запасами Угля Вы видите Индию Германию Украину Казахстан Южную Африку Но видите Структуры Немножко разные В Германии Например Буроугольные бассейны Энергетические угли Нет коксующихся Нет высококачественных Энергетических углей В то время Как в Южноафриканской Республике Наоборот Нет Запасов Бурых углей Или гнидов Бурых запасов Или гнида Распределение Основных запасов Угля Основных запасов Угля Показано На этой Картинке На этой Картинке Здесь я Продемонстрировал Еще основные Главные Сразу Главные Угольные Бассейны Нашей планеты Нашей планеты Ну начнем С запада Апалачские И пенсильванские Бассейны Это крупнейшие Мировые Бассейны Коксующихся И энергетических Углей Коксующихся И энергетических Углей Далее Переходим Донецкий Бассейн Донецкий Бассейн Очень интересный И исторический Бассейн Расположенный На территории Двух государств Украины И Российской Федерации Собственно Энергетика Россия Она вся была Ну корни ее Находятся Именно в Донбассе В Донбассе Точно так же Как и Рурский Например Бассейн В Германии Буроугольный Является Родоначальником В общем-то Или базой На которой Сформировалась Вся промышленность Германии Ну и в общем-то Европы Западной Европы Но Донбасс И Рур Это не самые Крупные Бассейны И им далеко До Тунгусского И Ленского Бассейнов В Восточной Сибири И Якутии Печорский Бассейн На севере Европейской Части Ну Кузнецкий Бассейн Конечно Уникальный По своим Запасам И по Качеству Угля И так сказать Угольная Черная Жемчужина Российской Федерации Точно так же Как и Карагандинский Бассейн В Казахстане В Казахстане Огромные Запасы Китайской Народной Республики Связаны С Ну там Восьмью Девятью Крупными Бассейнами Энергетических И коксующихся Углей На Великой Китайской Равнине На Великой Китайской Равнине Ну вот здесь Показаны Расположение Этих Углей А в основном На Китайской Равнине Распространены Коксующиеся И энергетические Угли Каменные Угли Каменные Угли Новый Южный Уэльс ЭллатРа Пуали В Австралии Это Основные Районы Добычи Точнее Сосредоточение Запасов Угля На Австралийском Континенте На Австралийском Континенте Теперь Что касается Добычи Этого Вида Энергетического Сырья На планете Земля В 2013 Году В 2012 Извините В 2012 Году Добыто Почти 8 Миллиардов Тон Угля 8 Миллиардов Тон Угля Примерно Ежегодный Рост Добычи Угля 2% 2% Причем Сейчас Он несколько Ослаб Этот рост Буквально Еще Несколько Лет Назад Рост Добычи Угля Достигал 5% И весь Этот рост Обеспечивался Ростом Добычи Угля В Китайской Народной Республики Китайской Народной За короткое Время Буквально С начала 2000 Годов Китай Превратился В крупнейшую Угледобывающую Страну Мира Крупнейшую Угледобывающую Страну Мира Ну вот Смотрите Из 8 Миллиардов Тон Угля Почти 4 Миллиарда Тон Добывается В Китайской Народной Республике 4 Миллиарда Тон Угля Добывается В Китайской Народной Республике Вот Доля Мировой Добычи Примерно 45-46% То есть Одна Страна Добывает Половину Всего Энергетического Энергетического Ресурса На нашей Планете Далее Следуют Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки Ну вот До Недавнего Времени Это Был Почти Миллиард Тон Миллиард Тон Угля Сейчас Немножко Добыча Снизилась Снизилась И Примерно 900 Миллионов Тон Углей Ежегодно Извлекается Из недр Соединенных Штатов Ну вот Смотрите Две Страны Китай И Соединенные Штаты Китай И Соединенные Штаты Они Далеко Опережают Все Страны И почти Получается Смотрите 57-58% Мировой Добычи Угля Всего Две Страны Две Страны Российская Федерация Обратите Внимание С уровнем Добычи 350 350 Миллионов Тон Находится На шестом Месте В мире На шестом Месте В мире И нас Кроме Китая И Соединенных Штатов Опережают Еще Индия Австралия С недавних Пор И Индонезия Индонезия Опережают По добыче Угля После России Южноафриканская Республика Германия Польша И Казахстан Германия Польша И Казахстан Ну и Обратите Внимание В ведущих Угледобывающих Странах Наблюдается Рост Добычи Этого Ресурса Рост Добычи Этого Ресурса При этом За последние 10 лет За последние 10 лет Добыча Угля Только Возросла Обратите Внимание Какими Темпами Происходит Этот самый Рост Какими Темпами Происходит Этот самый Рост И причем Обратите Внимание Что Нам Всегда Рассказывали Что Наш 20 Век Это Век Нефти Затем Наступит Век Газа И что Уголь Это Топливо Прошлого Да А оказывается Это Нифига Подобного Этот самый Уголь Еще Очень Даже Нужен И его Добыча И его Доля В энергобалансе Нашей планете Только Растет Только Растет С чем Это Связано Немножко Попозже Когда Мы Остановимся Вообще На Проблемах Энергетики Отдельных Стран И планеты В целом Ну и Здесь Видите По Отдельным Странам Можно Наблюдать Рост Прежде Всего Китайская Народная Республика Прежде Всего Китайская Народная Республика Ну вот По годам Здесь Та же Самая Диаграмма Отдельно Для Китая Но и Некоторые Другие Страны Тоже Демонстрируют Такой Взрывообразный Рост Добычи Угля На Своей Территории Наиболее Интересный Пример Индонезия Индонезия Которая Практически С нуля За последние Там 15 лет Примерно Нарастила Угледобычу До Пятого Места В мире Индия Австралия Индия Австралия В принципе В Российской Федерации Так же Растет Добыча Да Здесь Нет России Это Немножко Дальше Немножко Дальше Другая Группа Стран Другая Группа Стран Она Как бы Стагнирует По Угледобыче То есть Какой-то Уровень Добычи Достигнут По Этому Ресурсу И В принципе Не растет И не падает Держась Возле Какого-то Предела Возле Какого-то Предела К таким Странам Относятся Соединенные Штаты Соединенные Штаты Где Угледобыча Зафиксировалась В районе Там 900 950 Миллионов Тон Кот К таким Странам Относятся Ну Например Германия И Евросоюз В целом Евросоюз В целом Ну Здесь Как раз Под Эти Страны Соединенные Штаты Мотивируют Слабое Внимание К углю Тем Что Есть Более Высококалорийные Доступные Ресурсы Для Энергетические Ресурсы Для Использования В энергетических Целях Поэтому Так сказать Этот самый Уголь Пока Лежит До Лучших Времен В Евросоюзе Немножко Другая Точка Зрения Там Считают Что Это Наименее Чистый Наиболее Экологически Опасный Способ Получения Энергии Поэтому Использование Твердого Топлива В качестве В энергетических Установках Здесь Находится Ну Если не Под запретом Ну Под таким Что ли Негласным Точнее Пользуется Негласным Неодобрением Использования Твердого Топлива Поэтому Здесь В принципе С экологических Позиций Использование Угля Сокращается Сокращается Есть еще Третья группа Стран С таким Тоже Странным Поведением Когда Высокие Темпы Угледобыч Которыми Характеризовался Советский Союз И сразу Постсоветское Пространство Сменилось Резким И довольно Существенным Падением Добычи Угля И обратите Внимание Что в отличие От нефти Вот этот Вот Прогиб Который Образовался В эти Так называемые Перестроечные Годы В Угледобыче Не сильно Ликвидирован Не сильно Ликвидирован Ну например Смотрите В Российской Федерации В минимуме Добычи Угля В середине Девяностых Годов Было 250 Примерно 230 250 Миллионов Тон Угля Ежегодно Сейчас Это 300 Тридцать 350 Миллионов Тон То есть Видите Добыча Выросла Но она Все равно Не достигла Тех величин Почти 500 Миллионного Рубежа Которым Характеризовался Доперестроечная Угледобыча В Российской Федерации В Российской Федерации То же самое Относится И К Украине И Казахстану Три страны Абсолютно Копируют Друг Другу В этой Области В этой области С чем Это связано Ну Я Мы На этом Опять же Остановимся Чуть-чуть Позже Когда будем Рассматривать Энергетические Проблемы Ну вот Опять же Немножко О прогнозах Немножко О прогнозах Я вам еще Говорил Что прогнозы Это Дело Весьма Непонятное Весьма Сложное Особенно Если К таким Отраслям Как Сырьевая Экономика Сырьевая Экономика Ну вот Здесь Есть прогноз Энергетический Watch Group Которая В 2000 Году Давала Вот такую Картинку Вот такую Картинку Что Где-то В Десятом Двадцатом Году Добыча Углей Достигнет Некого Предела Некого Некого Предела А затем Пойдет На спад Пойдет На спад Там Были Несколько Этих Самых Сценариев Но По всем Этим Даже По самому Оптимистичному Сценарию Добычи Угля Десятому Двадцатому Году Вряд ли Превысит Четыре Миллиарда Тон Четыре Миллиарда Это оценка Двухтысячного Года Уже В 2007 Году Добыча Угля Превысила Три Миллиарда Тон В Китае А Общемировая Добыча Достигла Семи Миллиардов Тон Вот цена Этим Самым Прогнозом Цена Этим Самым Прогнозом Ну не случайно Говорят Что Как только Ты угадаешь Какую Тенденцию В экономике Ты получишь Нобелевскую Премию Вот Действительно Как бы Такие Прогнозы Которые Просто Не на Проценты Не на Какие-то Эти самые Десятки Даже Проценты А просто В разы Различаются Это Вполне Нормально Даже Для самых Уважаемых И весьма Продвинутых Консалтинговых Организаций Нашей Современности Нашей Современности Немножко Немножко Слов Немного Слов Об Углях И Минерально-сырьевой Базе Углей Российской Федерации Российской Федерации Как я Вам Уже Сообщил Российской Федерации Второе Место В мире По Общим Запасам Или Запасам Углей Всех Марок Всех Марок Основные Ресурсы Ресурсы Углей В нашей Стране Связаны С Восточно Сибирскими Восточно Сибирскими И Южно Сибирскими Угольными Бассейнами Восточно Сибирскими И Южно Сибирскими Бассейн Ну вот Смотрите Тунгусский Угольный Бассейн 375 Миллиардов Тон Угля Почти 300 Миллиардов Тон Это Ленский Бассейн Кузнецкий Бассейн Вот Этот Небольшое Пятнышко С ним В нем Сосредоточено Более 300 Тоже Более 300 Миллиардов Тон Угля 220 Миллиардов Тон Вот Эта Дуга Это Канско Ачинский Угольный Бассейн Ну а Все Остальное Это Уже Значительно Меньше Меньше 100 Миллиардов Тон Печорский Бассейн Таймырский Южно Якутский Иркутский Минусинский Восточный Донбасс Восточный Донбасс Все Все Есть Есть Еще Масса Конечно Отдельных Угольных Месторождений Иногда Даже Весьма Довольно Крупных Но В сравнении Вот с Этими Перечисленными Традиционными Известными Уже Многие Многие Годы Угольными Бассейнами Они Все Таки Очень Небольшие Точечки На Карте Это Что Касается Ресурсов По Запасам Здесь Запасы Показаны По Субъектам Российской Федерации По Субъектам Российской Федерации И Запасы Запасы Основные Запасы Сосредоточены В общем-то В двух Регионах Российской Федерации В двух Субъектах Российской Федерации Это Кемеровская Область Кемеровская Область В пределах Которые Сосредоточены Основные Основные Части Кузнецкого Угольного Бассейна И В Кемеровской Области Почти 120 Миллиардов Тонн Великолепных Каменных Углей Коксующихся Ну в основном Коксующихся Мар 68 Миллиардов Тонн Угля Сосредоточены В пределах Каннско-Ачинского Угольного Бассейна Я вам кстати Повторяю Вот эти слова Вы их Наматывайте Потому что Это экзамен В этом самом Бакалавр Ваш бакалаврский Экзамен Поэтому Вот эти все Названия Вы себе Записываете Записываете И Ими надо Щеголять Будет На этих Самых Экзаменах Каннско-Ачинский Бассейн В Каннско-Ачинский Бассейн Характеризуется Наличием Самых Высококачественных Энергетических Углей Самых Высококачественных Энергетических Углей Наконец Наконец Кроме Этих Двух Субъектов Активными Темпами Развивается Угледобыча Или Разведка Точнее Угольных Месторождений Якутии Якутия Здесь Недавно Была Разведана И Компания Мечел Металлургическая Компания Мечел Приступила К освоению Эльгинского Месторождения Эльгинского Месторождения Обладающее Очень крупными Запасами Около Трех Миллиардов Тон Обратите внимание Три Миллиарда Тон Это Крупнейшее Одно из Крупнейших Месторождений России Да И Три Миллиарда Почти Четыре Миллиарда Тон Это Годовая Добыча В Китайской Народной Республики Вот так Вот такие Сравнения Небольшие Межигейское Месторождение В Туве 215 Миллионов Тон А Добыча В Китае Четыре Миллиарда А тут Целое Месторождение Немаленькое В принципе 220 Миллионов Тон Это В принципе Серьезный Объект Серьезный Объект Кроме Якутии Иркутская Область Иркутская Область Республика Хакасия Республика Хакасия Естественно Коми Республика Коми Ростовская Область Вот регионы В которых Сосредоточены Основные Угольные Запасы Российской Федерации Российской Федерации Ну и Добыча Добыча Угля В нашей Стране Естественно Сосредоточена Там где Самые Большие Запасы И самые Высококачественные Угли Это Кемерово Кемеровская Область Это Кузнецкий Бассейн И здесь Добывается Ну больше Почти 55 Примерно Процентов Угля В нашей Стране 55 Кемеровская Область Кемеровская Область Ну что Сейчас Наверное 160 170 Миллионов Тон 160 170 Миллионов Тон Этот Уголь Этот Уголь Настолько Хорош Настолько Хорош Что Его Можно Перевозить Довольно Далеко Довольно Далеко Ну вы Сами Посудите Да Вот Обычный Уголь Добывают На шахтах На шахтах В Кемерово Да Грузят Вагоны Везут Через всю Страну Через всю Российскую Федерацию Везут В порт Усть-Луга Который Расположен Здесь Недалеко Да Грузят Там На пароходы И везут Дальше В Западную Европу Которая Которая Куглям Относится Весьма Предвзято И берет Не все В действительности По своим Свойствам Энергетическим Экологическим И Способности К Коксованию Спекаемости Эти угли Одни из самых Лучших В мире Ну и даже Хотя бы тот факт Что они Экспортируются В Европу Из Южной Сибири Говорит Само за себя То есть вся вот эта экономика Перемещения Довольно Значительных Это десяток Миллионов Тон Это Говорит Само за себя Само за себя Рядом Находится В Красноярском Крае Находится Канско-Ачинский Канско-Ачинский Угольный Бассейн Канско-Ачинский Бассейн В Канско-Ачинском Бассейне Нет Коксующихся Углей Вообще Там Довольно Ведутся Довольно Продолжительные Споры Как Каким Углям Относить Борым Углям Или это Все-таки Каменные Угли Длиннопламенных Сортов Вот Но на самом Деле Это Не Например Безразличные Эти споры Главное Знать То Что Это Энергетические Угли И это Одни Из Самых Лучших Углей Для Сжигания В Тепловых Электрических Станциях И не случайно Что В районах Добычи Этих Углей В Красноярском Крае А здесь Добывается На секундочку Около 40 миллионов Тонн Угля И весь Этот уголь Сжигается На местных Тепловых Станциях И из Этого Угля При сжигании Образуется Производится Электрическая Энергия Одна из Самых Дешевых У нас В стране Одна из Самых Дешевых Ну и вот Иркутская Область И Красноярский Край Они Характеризуются Тем Что здесь Очень известны Тем Что здесь Самая Дешевая Электрическая Энергия У нас В стране Ну а Поэтому Здесь Сосредоточено Много Производств Которые Являются Аномально Энергоемкими Ну например Производство Выплавка Алюминия Из Глинозема Коксующиеся Угли Добываются На севере Европейской Части Нашей Страны Это Коми И Печорский Бассейн Печорский Бассейн Около Сейчас Около 15 Миллионов Тон Невенгринские Разрезы Около 12 Миллионов Тон Ну и На восточном Донбассе Находится В постоянном Снижении Угледобычи Сейчас На уровне 4-5 Миллионов Тон В общем-то Вот все Основные Угольные Угольные Богатства И угледобыча Нашей Страны Нашей Страны Нашей Страны В настоящее Время Еще раз Повторюсь В настоящее Время В нас Стране Добывается Добывается Около 350 Миллионов Тон Угля Примерно 37-40 Процентов Этого Угля Сжигается В электрических Станциях Около 14 11% Отправляется На Коксохимические Заводы Для производства Металлургического Кокса Еще Треть Продается На экспорт 16% Ну Еще 20% Это Остальные Потребители Вот То Что Называется Местное Потребление Угля Местное Потребление Угля То 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 Сжигание В энергетических Установках В основном Для получения Тепла В основном Для получения Тепла Второй Вид Твердых Твердого Энергетического Сырья Который Мы сегодня С вами Рассмотрим Это Уран Это Уран Зачем Зачем Нужен Уран Зачем Нужен Уран Зачем Зачем Для производства Топлива Для ядерных Атомных Энергетических Установок Для производства Топлива Для этих Самых Установок Кроме Того Конечно Никто Пока Не отменял Производство Оружейного Источника Энергии Ну и Для производства Вторичного Топлива Ядерного Горючего Плутония Плутония В настоящее Время В качестве Топлива Используется Уран 235 Уран 235 Изотоп Природного Урана Которого Содержится В природной Смеси Изотопа Всего 0,7% 0,7% 0,7% В настоящее Время В мире Насчитывается 437 Ядерных Реакторов 437 Ядерных Реакторов На Вот видите Март Прошлого Года Суммарной Установочной Мощностью 370 Гигаватт 370 Гигаватт Причем В 10 Странах Еще Строится 69 Атомных Реакторов 69 Атомных Реакторов Общей Установочной Мощностью 50 Гигаватт И 32 Энергоблока Атомных Запроектированы Запроектированы И Обратите Внимание Что К Настоящему Времени 147 Атомных Реакторов Закрыты Остановлены И Законсервированы Остановлены И Законсервированы В 2013 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 Всего Один Энергоблок Это Блок Номер 3 В этой Самой Как это Читается Фоголь Да Фоголь Атомной Станции Фоголь В Соединенных Штатах И сейчас В Соединенных Штатах 103 Атомных Энергетических 103 Атомные Энергетические Установки И 3 Еще Строятся По количеству Атомных Энергетических Установок Соединенные Штаты Америки Находятся На первом Месте В мире На первом Месте В мире География Атомной Энергетики Ну вот Посмотрите Здесь Точечками Показаны Синенькими Точечками Показаны Места Расположения Атомных Электрических Станций На нашей Планете На нашей Планете Ну смотрите В Европе Достаточно Густо Достаточно Густо В Европе Господи В Европе Только В Европе Только Норвегия Норвегия Ирландия Португалия Швейцария Страны Бывшие Югославии Греция Молдавия Польша Прибалтийские Страны Поскольку Литва В Литве В 2009 Году Остановлен Единственный Энергоблок На Игнолинской Атомной Станции Белоруссия С Молдавией Не имеют Энергетических Устанок Атомных Энергетических Устанок Во всех Остальных Странах Они Есть Они На Украине Обратите Внимание Российской Федерации Российской Федерации В основном На Европейской Части Нашей Страны Расположены Электрические Электрические Станции На Ядерном Горючем Две Станции На Урале И одна В На Чукотке На Чукотке В поселке Билибино В поселке Билибино В Японии Посмотрите Как густо Сооружены Да И расположены Тесно Расположены Атомные Энерго Установки Китайская Народная Республика Индия Ну и конечно Соединенные Штаты Америки Ну и конечно Соединенные Штаты Америки В остальных Странах Одна Две Три Атомных Установки Одна Две Три Атомных Установки Природный Как я уже говорил Природный Уран На всего На 7 десятых Процента Состоит Из того Самого Изотопа Урана 235 Который 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 Обладает Свойством Самопроизвольной Самопроизвольного Распада И способностью К цепной Реакции Остальное Количество Приходится На 238 Уран На 238 Уран От которого Собственно Приходится Избавляться В процессе Производства Ядерного Горючего Ядерного Топлива Ядерного Топлива Вот этот 238 Уран 238 Уран Он Производится Достаточно Больших Количествах И в последние Годы Ну в общем Достаточно Широко Используется А где А из него Делают Сердцевины Для артиллерийских Снарядов И например Вот В миротворческих Операциях В Ираке Югославии Большое количество Таких снарядов Было разбросано По территории Этих стран Этих стран И надо сказать Здесь еще Один маленькое Такое Замечание Что уран Уран Вообще На самом деле Еще Является И Общебиологическим Ядом Общебиологическим Ядом Это один из Немногих Химических Элементов Которые Относятся К первой Группе Токсичности Наряду Там с такими Элементами Как Кадмий Берилий Селен Да В этом же Списке Наиболее Опасных Химически В химическом Отношении Элементов Находится И уран Уран А если учесть Что в поверхностных Условиях Уран Чрезвычайно Легко Переходит В растворимую Форму Легко Мигрирует Таким Образом Вот это Урановое Заражение Даже От Казалось бы Не Не опасной С радиационной Точки Зрения Урана 238 Может быть Весьма Весьма Великим Великим Это Небольшая Ремарка Запасы Запасы Урана Обладают Всего Несколько Стран На самом Деле Всего Несколько Стран Мира В этой Таблице Как раз Показанных Основные 15 Стран Мира Основные 15 Стран Мира Содержат Около 90% Запасов Этого Необходимого Химического Элемента Необходимого Топливно Энергетического Сырья Здесь мы Видим Австралию В голове Списка Мы видим Австралию Казахстан Российскую Федерацию ЮАР Канада Соединенные Штаты И далее И даже Здесь Такие Достаточно Экзотические Страны О которых Мы не часто Вспоминаем Это Например Нигер Иордания Монголия Армения В общем Вот страны В которых Содержатся В недрах Которых Содержатся Достаточно Большие Запасы Урана Достаточно Большие Запасы Урана Запасы Урановых Руд Характеризуются Не только И не столько В общем-то Числовыми Характеристиками Они Характеризуются Качеством Прежде всего И Наиболее Качественные Руды Наиболее Качественные Руды Обратите Внимание Расположены В Канаде В Канаде Ряд Уникальных Месторождений В которых Содержание Урана Измеряется Процентами И десятками Процентов По качеству Сырья Выводят Канаду Просто Так сказать В мировые Лидеры Так Далеко И далеко Однако В Канадские Месторождения Находятся В очень Сложной Геологической Гидрогеологической Инженерно-геологической Обстановке Их Довольно Сложно Отрабатывать И На этих Месторождениях Часто Аварии Вот Буквально Там Несколько Лет Назад Была Крупная Авария Месторождение Сигарлейк И там Был Затоплен За практически Полностью Была Затоплена Шахта Вот С такими Богатыми Рудами И По Этим Причинам По этим Как раз Причинам Канадская Урановая Промышенность Она В общем-то Не может Выйти Дальше Третьего Места В мире Дальше Третьего Места В мире В Российской Федерации Основные Запасы Урановых Руд Характеризуются Достаточно Низким Ну или Рудами Среднего Качества Среднего Качества Производство Урана Сосредоточено В очень Небольшом Узком Списке Государств В узком Списке Государств На самом Деле Всего Лишь 10-12 Стран Могут Похвастаться Высокой Высокой Добычей Этого Топливного Ресурса Наибольшее Наиболее Страны С наибольшим Уровнем Добычи Урана Это Казахстан Это Канада Это Австралия Ну и Некоторые Другие Страны Здесь В этой Табличке В этой Табличке Показано Добыча Урана Компаниями Компаниями Мировыми Компаниями Здесь В голове Списка Вы видите Казахскую Компанию Казатом Пром И она Является Мировым Лидером Добывая Примерно 17-18 Процентов Добычи Арива Камяко И на Четвертом Месте Атом Ред Мед Золото Атом Ред Мед Золото Это Отечественная Уранодобывающая Компания Отечественная Урановая Ну и здесь же Видите Мировые Лидеры Горнодобывающей Отрасли Вообще Горнодобывающей Отрасли Это BHP Билетон Это Рио Тинта Как же без них Что называется Как же без них По странам По странам Мира Добыча Урана Тоже Ну Если Проанализировать Эту добычу В ретроспективе В небольшой Даже Ретроспективе Очень Интересные Изменения Очень Интересные Изменения Еще Несколько Лет Назад Несколько Лет Назад Ну там Скажем Лет 8 Примерно Назад Мировыми Лидерами По добыче Урана Были Австралия И Канада И никто Даже Не думал Что Возможно Достигнуть Такого Высокого Уровня Добычи Этого Элемента Этого Элемента Но В республике Казахстан Была принята Программа Которая Называлась Очень Смешно 15 тысяч Тонн Урана К 2010 Году Вот так Вот И Надо Сказать Что Несмотря Так Вот На такое Интересное Название В Казахстане Эта программа Была Выполнена Выполнена Они К 2011 Году Добыли 15 тысяч Тонн И вышли На первое Место В мире На первое Место В мире И сейчас В Казахстане В Казахстане Добывается Добывается Почти 20 тысяч Тонн 20 тысяч Тонн Урана Это 36% Мировой Добычи 36% Мировой Добычи Добыча Урана В Казахстане Связана В общем-то С широким Применением Широким Применением Технологии Подземного Выщелачивания Уранового Сырья Подземного Выщелачивания А этому В свою очередь Способствовало Широкое Распространение Песчаниковых Формаций Которые Ну как сказать Если не обогащены Ураном Но содержат Уран в повышенных Концентрациях В повышенных Концентрациях Даже Две Две сотые Процента Урана Это уже В принципе Цифры Доступные И экономически Выгодные Для Очень дешевого Метода Подземного Выщелачивания Урана В Казахстане Была Отработана Методика Вот такого Подземного Выщелачивания И она стала По сути Штамповаться На подобных Месторождениях По всей территории Казахстана А смотрите Это Сырдаринская Область Чуш-Сыресуйская Чуш-Сыресуйская Область Прибалхашская Илийская Область И североказахстанская Это области Распространения Вот этих Песчаниковых Формаций Они кстати говоря Уходят и На территорию Российской Федерации В Курганскую Область Они Стали Площадкой Для внедрения Широкомасштабного Внедрения Технологии Подземного Выщелачивания Урана Действительно Под эту технологию Не надо Сооружать Копать Огромные Карьеры Глубокие Шахты А надо Бурить Скважины Сеть Скважин Одна Серия Скважин Являются Нагнетателями В эти Скважины Нагнетается Серная Кислота Растворитель А по другим Скважинам Откачивается Раствор Которым Содержится Растворенный Уран Растворенный Уран И далее Весь этот Сам Уран Поступает На Химическое Производство На Сорбционные Колонны На Извлечение Из этого Самого Раствора Урана Урана Это Значительно Позволило Снизить Себестоимость Добычи И для Добычи Стали Экономически Рентабельными Месторождения Бедные Бедные Месторождения Которые Там Еще 20 Там 30 Лет Назад Или В советское Время Не считались Как Месторождения Просто Как Вот Какие-то Формации Зараженные Повсеместно Зараженные Этим Ураном Этим Ураном Этим Ураном Крупнейшие Объекты Урана Посмотрите Расположены В некоторых Странах Мира Это Вот Смотрите Маккартур Ривер Маклин Лейк Рэббит Лейк Сигар Лейк Это Все Канада Канада Это Австралия Олимпик Дам И Рейнджер Два Крупнейших Два Гиганта Мировых Два Гиганта Ресинг В Намибии Намибии Акута Орлит И вот сейчас Третий Емурарен В Нигере Ну и Обратите Внимание К крупнейшим Месторождением Мира Относится Стрельцовский Рудный Узел Это Забайкалье Город Краснокаменск Российской Федерации Забайкальский Край К этому К этим Месторождениям Относится Наваи Наваи В Узбекистане И Смотрите Огромное Количество Пусть Небольших Пусть Небольших Но средних По масштабу Объектов В Казахстане В Казахстане Украина Чехия Вот Собственно И все Все Основные Урановые Объекты На нашей Планете Основные Урановые Объекты На нашей Планете Теперь Остановимся Немножечко На Производстве Уранового Топлива Для того Чтобы Я этим Хочу Проиллюстрировать Что это Достаточно Серьезное Тяжелое Дело И Почему Это Дело Сосредоточено В Отдельных Странах В небольшом Количестве Стран Мира И всего Несколько Компаний Мировых Характеризуются Те Ну Являются Владельцами Технологий По Получению Ядерного Топлива Для Тепловых Энергетических Установок Ну Вот На этой Схеме Взятой Просто Из Энциклопедии Просто Из Энциклопедии Показано Как Производятся Основные Операции Производства Ядерного Топлива Из Месторождений Урана Урановые Руды Поступают На Фабрики По Обогащению По Обогащению Или Вот Растворы Уран Содержащие Из этих Растворов Так или Иначе Получают Оксид Уран Уран 3 О8 Уран 3 О8 Из Которого Производят Гексофторит Урана Гексофторит Урана Уран Фтор 6 Уран Фтор 6 Это Тяжелый Газ Тяжелый Газ И Собственно Вот Эти В этом Газообразном Состоянии Производится Разделение Изотопов Урана Разделение Изотопов Урана Именно Газообразном проще всего провести ряд манипуляций, которые позволяют получить концентраты, обогащенные 235-м изотопом, который, собственно, и нужен для изготовления топлива. Этот самый гексофторит урана, обогащенный 235-м изотопом, поступает на получение либо металла, либо диоксида урана, и которые, собственно, либо металл, либо оксид являются начинкой тепловыделяющих элементов, тепловыделяющих элементов, или так называемых стержней, которые поставляются на атомные станции и загружаются в активную зону ядерных реакторов. И, соответственно, включается в ядерный цикл этого реактора. В результате работы тепловыделяющих элементов получается тепловая электрическая энергия, и производится внутри этого топлива 239-й плутоний. 239-й плутоний. Эти самые отработанные стержни, отработанные твелы вынимаются из ядерного реактора и поступают на вторичную переработку. На вторичную переработку. На самом деле, переработка вторичного вот этого топлива ядерного – это тоже очень выгодное дело. Очень выгодное дело, поскольку содержание 235-го урана, который не догорел в этих стержнях, оно значительно выше, все равно значительно выше, чем в исходном природном сырье. И его надо, так сказать, только очистить, по сути дела, от примесей, которые там образовались в результате ядерных реакций, и направить вновь на изготовление новых тепловыделяющих элементов. Поэтому в результате переработки образуется довольно много полезных продуктов. Это оксиды урана, которые переправляются обратно на разделение. Это оксиды, окислы плутония, которые пока складываются на склады и подлежат хранению. Ну и, наконец, здесь образуются радиоактивные отходы. Радиоактивные отходы разной степени активности, которые подлежат хранению, утилизации в виде хранения, путем хранения. В каких-то, так сказать, хранилищах долгие-долгие годы, десятилетия и тысячелетия, так скажем. Собственно, вот это является основной проблемой. Основной проблемой атомной энергетики. Основной проблемой энергетики. Поскольку остальные проблемы, в общем-то, решены достаточно успешно. Достаточно успешно. На что решено успешно. А дело вот в чем. Вот эта операция, вот эта операция обогащения природной смеси изотопов урана с получением концентрата по 235-му изотопу, она достаточно сложная операция. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что изотопы одного и того же химического элемента, они, во-первых, химически тождественны, да, обладают одними и теми же химическими свойствами. Физические свойства этих изотопов, атомов, они практически идентичны. И вот это слово «практически» как раз и оставляет шанс на получение концентратов, обогащенных каким-либо изотопом. Действительно, различия в свойствах, физических свойствах изотопов эфемерны, очень малы, но все равно позволяют произвести вот эти операции селекции. В основном используется разница изотопов в электрических свойствах, электрический, ну, магнитный момент, например, разный, буквально в шестом знаке после запятой. Они обладают различной диффузионной способностью. И, наконец, в принципе, эти самые изотопы обладают разной плотностью. И вот эта разница в плотности, она тоже там, седьмая, восьмая цифра после запятой, все равно позволяет разделять эти элементы, эти два изотопа на два продукта. Ну, или, во всяком случае, обогащенные тем или другим продуктом. Соответственно, существует три основные технологии – электромагнитная, термодиффузная и центрифужная технологии обогащения уранового сырья. Ну, мы с вами все прекрасно… Паша, можно потише, а? Ты гудишь прямо, даже в камеру, по-моему, слышно. Вся соль вот этого обогащения заключается в том, что нам нужно поднять концентрацию 235-го изотопа в смеси урановых изотопов с 0,7% до, ну, самое низкокачественное атомное топливо – это 2%. 2% 235-го изотопа. Но на самом деле современные тепловыделяющие элементы, они содержат уже 3, 4, 4,5% вот этого самого 235-го изотопа. Большее количество не надо, большее количество не требуется, во всяком случае, для энергетических целей. Большее количество изотопа, 235-го изотопа, нужно для того, чтобы создать атомное оружие. Для того, чтобы создать атомное оружие. Дело все в том, что при концентрации от 2, 2, 5% 235-го изотопа невозможно, невозможно собрать критическую массу. Критическую массу, сборку, точнее, с критической массой 235-го урана. Когда эта цепная реакция будет осуществляться взрывообразно, мгновенно и взрывообразно. Это возможно только при содержании 235-го изотопа выше 50%, а лучше 75-80%. И тогда можно собрать оксид урана, металлический уран в виде сборки отдельной, в которой будет осуществляться вот эта взрывообразная цепная атомная реакция, ядерная реакция. Ну, вот критическая масса 235-го урана в растворе солей урана может быть до 1 килограмма. До 1 килограмма. На самом деле, вы можете себе представить, насколько это мало, на самом деле, да? Насколько это мало. Это, в принципе, учитывая плотность солей урана, даже в растворенном состоянии, это, грубо говоря, 200-граммовая баночка. 200-граммов, представляете, всего лишь вот такая вот баночка из-под детского питания, она может быть источником ядерного взрыва. Может быть источником ядерного взрыва. В современных этих самых баллистических ракетах и бомбах, да, используется, в принципе, концентрации меньше, чем чистый уран, да, 235-й. И здесь используется металл или оксид, поэтому масса урана, начинка, так сказать, одной атомной бомбы или баллистической ракеты от 15 до 50 килограммов этого самого урана. Теперь вы понимаете, почему, да, стоит вот такой вот спор, допустим, вокруг Ирана, да, в том, что Иран получил доступ, да, к технологиям по обогащению урана. Они, Иран самостоятельно производит, ну пока производит урановое топливо, или во всяком случае обогащенный уран для производства тепловыделяющих элементов, то есть с содержанием 235-го изотопа в районе 3-х примерно процентов. Но существует сообщение о том, что были получены опытные партии урана 235-го, обогащенного до 20-25 процентов. 20-25 процентов. Надо сказать, что обратите внимание, что как раз здесь позиция Российской Федерации наиболее взвешенная, потому что запретить производство, вот, производить операции обогащения уранового сырья Ирану вряд ли кто сможет, да. Это все-таки достаточно крупная самодостаточная страна, это примерно где-то 16-18 экономика мира, на секундочку, да. Поэтому, как-то, какие-то путем запрета или нападения на эту страну невозможно это сделать. С другой стороны, контроль за производством неоружейного, а энергетического сырья, это есть, в общем-то, единственный нормальный подход к осуществлению, к решению вот создавшейся проблеме. Создаст Иран атомное оружие или не создаст, это, к сожалению, вне вот наших с вами, это личное, так сказать, ну или общественное решение населения, страны, руководства, администрации этой страны. Правильно? Вот. Но вы должны себе точно представлять, что топливо, которое используется в энергетических установках, никогда не может быть использовано для производства атомного оружия. Никогда не может быть применяться в этом составе, без операции обогащения, дополнительных операций обогащения. Ну и, кстати, сказать, к слову, Российская Федерация никакого отношения к поставке технологии по обогащению урана не имеет. Эти центрифужные установки появились в Иране, когда иранский шах дружил с западным миром до своего, собственно, свержения. И там работала фирма Уренко, то есть это западно-германская фирма, и, собственно, она оставила там центрифуги третьего поколения, которые сейчас растиражированы уже десятками тысяч экземпляров и, собственно, служат для получения уранового топлива в этой стране. Электромагнитные термодиффузные технологии разделения урана использовались на заре получения вот этого уранового топлива в 40-х годах, 50-х, 60-х. Ну и вообще-то электромагнитная, последняя электромагнитная установка Лос-Аламовской лаборатории в Соединенных Штатах была закрыта буквально вот несколько лет назад. Была закрыта несколько лет назад. По этим технологиям удавалось получить, в принципе, достаточно быстро, за несколько, так сказать, заходов, получать достаточно быстро весьма обогащенные по 235-му изотопу концентраты. Однако расходы на энергию в этих установках просто колоссальны. Ну вот в Лос-Аламовсе только одна тепловая электростанция, довольно значительных размеров, одна питала установку электромагнитного разделения изотопов урана. Вот, так сказать, цена получения этого сырья. В Российской Федерации, в Советском Союзе точнее, в 50-е годы была разработана, прошлого века, понятное дело, была разработана, потому что в Советском Союзе пошли по самому простому пути, поделить по плотности. Была придумана центрифужная технология, где в таких вот центрифугах, в гигантских совершенно вихревых полях вот этого гексофторида урана, в гигантских полях, гравитационных полях, центробежных гравитационных полях, происходило разделение на газа, на составные части, на более тяжелый газ, обогащенный 238-м изотопом, отбрасывался к периферии, а более легкий газ, обогащенный 235-м изотопом, остался в центральной части этого самого вихря. Ну и вот так вот были изобретены вот эти центрифуги непрерывного действия, то есть газ разделялся и непрерывно поступал с одной центрифуги на другую, и вот так вот десятки и сотни тысяч таких центрифуг на выходе давали газы, требуемые гексофториду урана, требуемой концентрации по 235-му изотопу. И надо сказать, что вот эта технология, она сейчас признана во всем мире как самая удачная и применяется сейчас везде. По своему действию атомные реакторы, они в принципе очень напоминают обычные тепловые реакторы. Здесь есть, собственно, сам реактор или котел, в котором каким-то образом производится высокая температура. Здесь же находятся теплообменники, здесь теплообменники с теплоносителем. Теплоноситель получает тепло от разогретого котла. Это тепло поступает в теплообменник, где теплоноситель первого контура передает тепло теплоносителю второго контура. И здесь, в этом втором контуре, располагается турбина, которая, собственно, вращается разогретым теплоносителем и выдает электрическую энергию. Все, в принципе, электрические станции построены по одному принципу, за исключением, ну, только конструкция вот этого ядерного реактора, она несколько различается по своим схемам. Здесь и разные замедлители используются для того, чтобы поглощать лишние нейтроны. Здесь используются различные топлива различного качества, так скажем. Да, ну, наконец, еще, кстати говоря, есть еще одна маленькая причина для гордости. Дело все в том, что если вы обратили внимание, вот у нас почему-то очень много кричат про какие-то непонятные достижения, да, а вот про действительно революционные вещи, которые происходят иногда и в нашей стране тоже, почему-то как-то средства массовой информации умалчивают. Но, видимо, тут надо просто подготовка этих средств массовой информации недостаточно, да. В конце прошлого года на Белоярской атомной станции вступил в действие энергетический блок, атомный энергетический блок, который работает на быстрых нейтронах. На быстрых нейтронах. А это вообще на самом деле очень интересная вещь. Дело все в том, что здесь топливом в реакторах на быстрых нейтронах является не 235-й изотоп, а 238-й изотоп. 238-й изотоп. То есть изотоп, которого очень много. Это основная часть природного урана. 238-й изотоп, конечно, он не может самопроизвольно расщепляться, но под бомбардировкой тепловых нейтронов он может вступать в реакцию и разваливаться с выделением высокоэнергетичных быстрых нейтронов. Вот такие реакторы, они существуют, в принципе, давно. Собственно, на Белоярской атомной станции работал уже с конца 60-х годов и по нынешнее время работает реактор на быстрых нейтронах. Небольшой реактор на быстрых нейтронах. БН-300, по-моему. Сейчас запустили БН-800 на 800 мегаватт установочной мощности. И вполне устойчиво работает. Но дело все в том, что там из-за высокого разогрева вот этого котла, вот активной зоны, невозможно использовать воду. Воду в качестве теплоносителя, обычного теплоносителя на остальных атомных, вообще любых тепловых станциях. Поэтому в первом контуре вот этого реактора на быстрых нейтронах используется металлический натрий. И вот этот металлический натрий циркулирует по первому контуру. Именно он нагревается от атомного котла. Он передает энергию на второй контур, где уже вступает в действие вода. Эта вода передает на третий контур, и только вот на третьем контуре стоит турбина, водяная турбина. И вот это вот такая вот уникальная вообще технология, осуществление которой в принципе позволит открыть достаточно неограниченный источник вещества для получения электрической энергии. Возможно, это тупиковый путь. Возможно. Об этом мы тоже, наверное, немножко поговорим. Но, во всяком случае, с точки зрения снабжения ресурсами, эта энергетика на быстрых нейтронах, она вполне осуществима и вполне может заслужить некое такое наименование технологии будущего. Во всяком случае, недалекого будущего, до тех пор, пока не будут найдены более интересные, более экологичные способы извлечения энергии. И вот это действительно такой технологический прорыв строительства и введения физический пуск, точнее, вот этого реактора на быстрых нейтронах, это достижение, я считаю, мирового уровня на самом деле, которым можно было бы действительно гордиться и трубить по всему миру. Но мы, как всегда, в информационной войне проигрываем. И почему-то это сообщение прозвучало там, несколько, два-три сообщения в новостях, и, в общем-то, это все потухло. А именно это может быть предметом, ну, такого обширного обсуждения, предметом каких-то там вот ток-шоу, я не знаю, каких-то действительно научно-популярных программ, которыми можно действительно гордиться. Можно гордиться. Ну и можно еще гордиться тем, что производство ядерного топлива в нашей стране, в нашей стране самое крупное в мире, самое крупное в мире. И вот, обратите внимание, вот эта табличка показывает, что в нашей стране производится почти 40% энергетических сборок, энергетических сборок для атомных электростанций мира, энергетических сборок для атомных электростанций мира. Смотрите, здесь почти четверть мировых сборок производится Минатомом, техноснапэкспорт, фирма называется, техноснапэкспорт. А вторая программа, еще вот 17%, это тот самый техноснапэкспорт, техноснапэкспорт производил топливо для атомных станций по программе ВОУНОУ. ВОУНОУ. Не слышали такое? Ну вот. Сколько интересного на самом деле. Что такое ВОУНОУ? Это высоко обогащенный уран, низко обогащенный уран. Господин Ельцин в 2003 году подписал 10-летнее соглашение о переработке запасов отечественного высоко обогащенного урана в энергетическое сырье, в энергетическое сырье, и производство, собственно, из этого энергетического сырья, из низко обогащенного урана, производство энергетических элементов и, собственно, поставку этих энергетических элементов в Соединенные Американские Штаты. Вот. По этой программе в течение 10 лет наша страна, я не знаю, конечно, какую цифру своих запасов, вот этого высоко обогащенного оружейного урана должна была превратить в энергетическое сырье. Собственно, прошлый 2013 год был последним годом работы этой самой программы. Ну, и тот факт, что эта программа не продлена, хотя американское правительство предлагало продлить эту самую, слава богу, что этого не произошло. Дело все в том, что, представьте себе, да, вот хотя бы просто по одной маленькой задумке, да, пускай эти огромные запасы этого самого высоко обогащенного урана, это, ну, как сказать, это квинтэссенция человеческого труда, да, это колоссальные вложения. Ценность этого материала, ну, я не знаю, сколько он стоит там, какая-то, а мы из него производили более дешевое, из дорогого производили более дешевое сырье, да, и поставляли это дешевое сырье в страну, за океан, страну за океан, представляете? И топили этим сырьем американские, снабжали американских потребителей. Понятно, что это все не бесплатно, но вот самое-то интересное, что цена, по которой поставлялся вот это сырье, да, в Соединенные Штаты, было зафиксировано на 1993 год, на 1993 год. А, 20 лет даже, извините, на 20 лет это было, правильно, 13, 93, 13, 20 лет. Вот, в 93 году цены на урановое сырье были такими низкими, и до сих пор, по этим, вот, до 2013 года, по этим ценам и поставлялось это сырье. Естественно, та фирма, которая покупала сырье из России, изготовленное по операционному, она была немедленно приватизирована, можно догадываться, кем она была приватизирована, эта фирма. И только сейчас, только сейчас это все прекратилось. Только сейчас это все прекратилось. Цены на урановое сырье с 93 года, так, на секундочку, выросли примерно в 5-7 раз. Раз, 5-7 раз. В те годы, в те годы, американское правительство платило за поставки урана по этой программе, по-моему, 2 миллиарда долларов ежегодно. 2 миллиарда долларов ежегодно. Каждый год. Каждый год. И в те годы, эта цифра, 2 миллиарда долларов, это была пятая часть всех неналоговых поступлений в доходную часть бюджета Российской Федерации. Тогда это была колоссальная цифра. Тогда это были наличные деньги. Сейчас это деньги, конечно, никакие. Ну и обратите внимание, кроме российской компании, здесь всего еще 3 производителя топлива для атомных станций. Это Рева, Уренко и СЕК в Соединенных Штатах. И эти 4 производителя энергетического сырья обеспечивают почти 95% поставок энергетического ядерного сырья на тепловые станции, атомные тепловые станции по всему миру. По всему миру. По всему миру. Ну, это мы не будем рассматривать. В Российской Федерации. В Российской Федерации добыча урана, буквально 2 минуты еще. В Российской Федерации добыча урана сосредоточена в Забайкальском крае. Забайкальском крае. Это Приаргунское горно-химическое объединение. ОАО. Приаргунское горно-химическое объединение. Это, понятно, государственная структура. Государственная структура. Это горно-химическое объединение отрабатывает месторождение Стрельцовского рудного узла. Это гидротермальные месторождения. На этих месторождениях осуществляется шахтный способ добычи урановой руды. Ее извлекают на поверхность и на комбинате в городе Краснокаменск получают урановые концентраты, которые поступают на обогащение, на заводы, которых несколько по всей территории нашей страны. Кроме приоркутского объединения, еще небольшую дольку, примерно 5-10% российской добычи, осуществляется в Курганской области, за Уралом. ЗАО «Далур» осуществляет добычу урана подземным выщелачиванием, как в Казахстане. На следующем занятии мы с вами разберемся в проблемах современной энергетики, связи сырьевых отраслей с этой самой энергетикой. Рассмотрим несколько типов стран с разным развитием, с разной структурой энергетического хозяйства. Ну и, соответственно, рассмотрим некоторые проблемы, которые связаны с разведкой, добычей и потреблением топливно-энергетического сырья в целом на нашей планете. Спасибо за внимание.